Есть в Бресте апантаны прихильники храма Мельпамены. Они настолько любят театр, что створяют его сами. У них нет специальной эдукации, и они никуда не держат игнорового звания заслуженные, потому что по профессии они – наставники, парикмахеры, чагуночники, простое рабочее. Доктор, мой сын говорит. Говорит, познакомься, доктор Матюш. А это Народный театр Дома культуры чагуночников и премьера. У их выполнения спектакль «Гаральд и мод» по однойменной пьесе Колина Хигинца. У основе история каханья. Тема безумовно вечная, а ли такое каханье складано себе навод уявить. Справа у тем, что почутки возникают помеж 80-годовой девачкой и 20-годовым хлопцем. Наталья Ярошенко у театры уже 13 годов. Днем робить пригожими брастаучан, стрыжки и укладки, а вот вечером працует, так бы мовить, над душами гораджан. Здесь нельзя так громко разговаривать, это не разрешается. А нужно ли, Господу, что-нибудь, кроме нашего блага? Разумеется, нет. То в том же дело. Вот даже наш актер говорит, ах, какая соблазнительница. Она, в общем-то, и соблазнительница. Она помогла юному парню понять смысл жизни, что не все так плохо в этой жизни. Сегодня Народный театр Брестских чугуночников ведущий и старейший коллектив самодейности в области. До речи, один из не многих, кто закавался и мало того, з'является за потребованием углядача. Организованный в 1946 году уже в 1961-м удостоивается гонорового звания «Народный». Все, кто желает прийти к нам, кто любит театр и желает, чтобы что-то себя в нем проявить, мы всех берем. Вот сегодня у нас два актера молодых. Где-то два месяца девушка пришла к нам, и полгода парень пришел. Ножки не умеет переставлять на сцене, он не знает, как ходить. Его колбасит так, что он не знает, но он страстно любит. Усех и те люди – соправдные аматоры мастерства. Могчим они усеяны могут у вас обид на сцене театр и иншие задумки режиссера, але вельми гэтага прагнуть и имкнуться до идеалу. Играют так, як отшувают, а играют ладно, старанно и самоотданно. Татьяна Болтуть, Руслан Селюк, Телерадоя компания Брест.